Девушки отдыхают 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 ведь могли спокойно сдаться нет да да приходится доказывать что-то лучше эти вышибания в принципе нам как бы здесь ничего особо так не угрожает но такое особо проблем по крайней мере мы не испытываем но бенези уже не так сильно как было изначально снегринс немножечко похилиться надо так но главное под бенезю не уходить со всеми остальными мы так по идее можем справиться а у оу-оу-оу-оу бенезия та еще сплата фигасе то есть о-окей нет проблема то в чем я забыл что бенезия может накладывать такой аля короче она такую хрень накидывает что у вас медленно хп уменьшается ладно сейчас быстренько разберем ее на самом деле она не сложная просто не ведомо что значит быть матерью и будем круги короче нормально и расфигарим мину писательница ну еще уровень получили же кстати прокачать уровень почему нет так и мне понравится первая помощь так увеличит количество здоровья отлично и исполняемого здоровья тоже по-моему то оружие взял в руки главное под бенезию особо не попадать и все совсем хорошо потому что бенезия она злая баба лучше вообще на самом деле даже с этой стороны находиться тогда она не сможет нас простреливать потому что она находится за капсулой так а раз она находится за капсулой с праматерью значит она и в нас попасть особо не сможет это еще не конец сарана не остановить мой разум заполнен его светом путь впереди ясен рахни не стали с вами сотрудничать зачем мне это делать я не предам его вы вы послушайте меня шепот сарана в моем сознании я могу перебороть его ненадолго его голос очень силен как вам удается вырваться из под его контроля я закрыла от него часть моего разума приберегла ее до момента когда смогу помочь уничтожить сарана это продлится недолго то есть вы можете снова атаковать нас да но не по своей воле шепард рядом с сараном перестаешь быть собой начинаешь боготворить его поклоняться ему идешь для него на все дело в его флагмане властелине это дредноут невероятных размеров и с необычными способностями властелин необычный корабль откуда он взялся не знаю это не гетто его построили технология гораздо выше чем та что доступна любой из известных рас чем дольше ты пробудешь на борту тем больше кажется что саран прав ты сидишь с улыбкой у его ног и его слова льются в твою душу в начале влияние слабое я думала мне хватит сил бороться с ним но вместо этого я стала его добровольным орудием сюда он прислал меня чтобы выяснить где находится мюритранслятор его координаты были утрачены тысячи лет назад как может пропасть такая огромная штука четыре тысячи лет назад одна звезда неподалеку превратилась в сверхновую ударная волна выбросила ретранслятор за пределы системы но не повредила его точный вектор и скорость движения невозможно определить со временем ретранслятор скрылся в туманности созданной сверхновой найти в межзвездном пространстве холодный объект сложно особенно если кругом раскаленная пыль его нашел кто-то на наверии две тысячи лет назад в этом регионе галактики жили рахни ретранслятор обнаружили они память рахни переходит из поколения в поколение их царицы наследуют знания своих матерей я взяла координаты ретранслятора из разума царицы я была безжалостна к ней как рахни его нашли? они искали долго и терпеливо рахни территориальные существа и стремятся перекрыть все возможные пути в свои системы зачем сарену нужен мю ретранслятор? он считает что ретранслятор приведет его к каналу я сказала бы вам больше но сарен не делился со мной своими планами я была для него лишь рабыней вы еще можете все исправить дайте эту информацию мне я не была собой но я должна была быть сильней я записала данные на ОНД возьмите его пожалуйста знать координаты ретранслятора недостаточно нам нужно знать куда он собирался отправиться сарен не говорил мне об этом но вы должны выяснить это быстро перед тем как вы пришли я передала ему координаты остановите меня я не могу его зубы у моего уха пальцы на моем позвоночнике вы должны вы должны вы должны умри да ё-моё прости бенезия ну а тут без вариантов к сожалению бенезию мы по-моему не могли никак спать да ё-моё да ё-моё да ё-моё нет он все еще в моем разуме я не вполне я и никогда собой уже не буду где же свет говорят что перед смертью а в да и ж я я не я я и я я Она будет нашим голосом. Мы не можем петь в ваших низких мирах. Ваша музыка бесцветна. Ваш способ общения странный, плоский. Он не красит воздух разными цветами. Когда говорим мы, один движет всех. Забавный будет разговорчик. Мы мать. Мы поем тем, кто остался позади. Детям, которых вы считали замолчавшими. Мы рахни. Как вы говорите через нее? Наш род поет прикосновение мысли. Мы касаемся струн, и остальные слышат. У нее есть цвета, для которых у нас нет имен. Но она подходит к концу. Ее музыка горько-сладка. Она прекрасна. Рожденных нами детей похитили прежде, чем они научились петь. Они потеряны в тиши. Прекратите их страдания. Их нельзя спасти. Такими, как есть, они будут чинить. Не понимаю, почему ваши дети убивают людей? Эти люди игл. Они украли наши яйца. Они хотели превратить наших детей в зверей войны. В жвалы, лишенные собственных песен. Нашим старшим хорошо в тишине. Но дети знают только страх, если никто им не поет. Страх сокрушил их разум. Я понимаю. Ребенок до 16 лет, просидевший один в шкафу, не вырастет нормальным. Если вы уверены, что их нельзя спасти. Это прискорбно. Но необходимо. Сделайте то, что должны. Прежде чем вы займетесь нашими детьми, Перед вами стоим мы. Как вы станете петь? Вы отпустите нас? Должны ли мы вновь утихнуть? Вон там баки с кислотой. Переверните их. Миллионы моих предков погибли, уничтожая этих тварей. Не дайте им вернуться. Если мы убьем ее, то обречем на гибель целую расу. Ее судьбу должен решать совет цитадели. Ваши спутники слышат истину. Вы властны освободить нас или вернуть наш народ в тишину памяти? Если я оставлю вас в живых, вы будете снова нападать на другие расы? Нет. Мы... Я не знаю, что было во время войны. Мы лишь слышали диссонанс. Песню цвета маслянистых теней. Мы найдем отдаленное место, чтобы учить наших детей гармонии. Если они поймут ее, мы сможем вернуться. Вы выжили во время войны или вы клон? Мы не знаем. Мы были лишь яйцом и во сне слышали плач нашей матери. Тон космоса заглушал один голос за другим. Он заставлял певцов входить в резонанс с его собственной желтой и горькой нотой. Потом мы пробудились. Здесь. Последнее эхо тех, кто вышел с поющей планеты. Небо молчит. Я не стану уничтожать целую расу. Вы свободны. Что за бред? Ваша раса с этими тварями не сражалась. Поэтому до вас и не доходит. Если мы убьем их всех, чем мы лучше? А без разницы. Мой народ с ними потом все равно разберется. Как в прошлый раз. Вы дадите нам шанс сочинить новую музыку? Мы будем помнить. Мы станем петь о вашем всепрощении нашим детям. Вот повезло. Жуки споют о вас в песенке. Ну, я предупредил. Вы пожалеете. Как-то так. Правда, теперь у нас есть другая проблема, но об этом чуть позже. Так, сейчас сохранюсь на всякий случай. Ручное отключение, естественно. Панцелин. Гранатки. Так. У нас прорыв, так сказать. Чуть-чуть. Самое малость. Самое такое малость. Мне нужно просто найти еще вот эту фигню, которая снизу лежит. Вот она. Две штуки. Я не помню, что там лежит. Но надеюсь, что мне это пригодится. Что бы это ни было. Отлично. А, ну здесь, видимо, только панацелин и гранаты. Скорее всего. Ну, нет. Такие не только. О, 11 тысяч получил на халяву. Неплохо, неплохо. Так, сюда мы уже не вернемся. Бенезия была тут. Значит, нам, скорее всего, либо сюда. Либо я вот не помню там. Нет, там тоже ничего нету. Значит, нам сюда. Все-таки. Нам на рельс. Нам на рельс, друзья. Нам на рельс. Нам на рельс. Так. Угу. И вот мы попали, соответственно, в лабораторию. И не пускают нас, кстати, в жилые сектора теперь. Что-то пошло не так. Ярослав Тартаковский. Вы пришли разобраться тут совсем. Как вы? Держитесь? Вы меня послушайте. Если мы твари и назад не загоним, нас тут разбомбят с боевых станций. Вы понимаете? Вы выпустили этих монстров? Эх, да я просто делал, что приказывали. В байнере Хеликс нашла яйцо. Оно тысячи лет дрейфовало на брошенном корабле. А корабль принадлежал Рахни. Внутри в анабиозе лежала целая куча яиц. И из яйца? Возрастом в тысячу лет? Что-то вылупилось? Да, столько лет заморозки не шутка. Прямо диву даешься, как оно столько прожило. В байнере Хеликс хочет клонировать Рахни. Наладить массовое производство. Создать армию. Но когда его привезли, оказалось, что в яйце не просто Рахни. Это царица. Она отложила еще яйца. Ее перебросили на расселенную. Думали, что без нее детишки вырастут послушными. Погодите. Разве чтобы она отложила яйца? Не нужен самец? Царицы от рождения несут в себе генный код своих отцов. Яйца они утаскивают из колонии и там в одиночку высиживают. Царица может класть яйца часами, а через пару дней уже будет колония. Вот почему они так быстро плодятся. Разделение детей и матери не помогло. Эх, вот этого-то и не надо было делать. Я так думаю. Без царицы Рахни неправильно развиваются. Их мозг формируется и ее разумом. Эти же вышли неуправляемые. Тогда нам нужно просто привезти ее сюда. Нет, хоть и жаль, а это не сработает. Этих Рахни уже не спасешь. Жалко их, но придется умертвить из гуманности. Я так думаю. Надо включить нейтронную очистку. Расскажите, что за система очистки? Да, дает вспышку нейтронного излучения. Все на станции убивает, а снаружи наносит генетический ущерб разной степени. Как только система будет запущена, мы будем прорываться с боем. Дайте нам минуту залезать раны и перезарядить оружие. Да, ради бога, я тут подожду. Я теперь особо не ходок, верно? Мама, Маня всегда говорила, что я плохо кончил. Хм, ну да. Ладно, давайте бежим вперед. Нужно как-то с Рахни чуть-чуть разобраться будет. Идет подключение. Имеется полный доступ ко всему комплексу. Я к вашим услугам. Сколько здесь Рахни? Простите, для точного подсчета сенсорная сеть слишком сильно повреждена. Ну, хотя бы примерное количество. Примерные подсчеты выходят за пределы моих параметров, капитан. Хо-хо-хо-хо-хо. Там кто-нибудь остался в живых? Леди Бенезия, исполнительный секретарь Байнари Хеликс. Находится на операционной площадке. Других выживших членов коллектива в пределах лаборатории нет. Ясно, но Бенезия мы малость убили. Каково положение в комплексе? В отделении Гамма произошло нарушение режима. Система нейтронной очистки в рабочем состоянии и готова к активации. Ну что ж, дорогие друзья, Рахни сама попросила, чтобы мы их убили, поэтому... Ну, тут как бы без вариантов. Мне нужна информация о нейтронной очистке. Система нейтронной очистки — это мера безопасности для зоны изоляционных камер. Она используется в случае неустранимой утечки. Что именно она делает? Система представляет собой нейтронное оружие. Две единицы расщепляемого материала объединяются и создается критическая масса. Большая часть энергии высвобождается в форме быстрых нейтронов. Радиация мгновенно убивает любую известную форму жизни в радиусе 500 метров. Для Крогана это так. Легкий загарчик. Очистка смертельна для всех известных форм. Заткнись. Будет тут еще какая-то железяка виртуальная сомневаться. Кто-то, кажется, очень, очень, очень обиделся. Активируй нейтронную очистку. Простите, но для этого необходимо ввести код подтверждения. У кого может быть этот код? У начальника производства Ярослава Тартаковского или любого другого руководителя Binary Helix. Мы выдвигаемся. Ладно. До свидания, капитан. А вот сказать этот код ранее он мне не мог. Эх, Тартаковский. Охреново мне что-то. Как нам запустить очистку? Управление тут рядом. Надо просто ключ ввести, а я тогда дам мире команду на... Ну, вы поняли, да? Ну, коды мы забрали. Тартаковского, конечно, жаль. Но, блин, как-то ему все равно было хреново, поэтому... К сожалению, он был не жилец. ВАИ активен. Чем я могу вам помочь? Активирую нейтрону. Простите, но для этого необходимо ввести код подтверждения. Эммм... Темницы рухнут и... Свобода... Код неверный. Просьба обратиться к охране для задержания и допроса. Нас еще не задерж... Главное самим обратиться, чтобы нас задержали и допросили. Активирую нейтронную очистку. Простите, но для этого необходимо ввести код подтверждения. Ввожу код 875-020-079. Локальное исполнение процедуры Омега. Код подтвержден. Исполнение процедуры Омега начнется через 120 секунд. Ну вот. Там много самой баллов. Можно на них халявный опыт разрабатывать, кстати говоря. Они, кстати, там вылезать постоянно будут, по-моему. И изменяют память. Ну вот, в общем, их снизу очень много. И нам за это время надо выбраться. Это. Поднимайся, что ли, лысый. Давай, 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 давай. Бегу, ну. Че ждем-то? Все, все в лифте, отлично. Там это. Чуть-чуть взорвалось чего-то. Немножко. Но зато все рахни уничтожены. Правда, нас сюда все-таки уже теперь не пускают. К сожалению. Ну, часть миссии мы выполнили, как бы. И, в принципе, можем уезжать отсюда. Больше здесь, по-моему, ничего не будет такого. То есть, ну, мы всех рахни уничтожили. Правда, мы не прошли в итоге в одну штуку. Сейчас я попробую, на самом деле, еще раз туда пробраться. Но, насколько я помню, нас не будут пускать внутрь. Просто уж очень сильно накосячили эти ребята. И они не хотят, чтобы мы там что-то видели. Так, увеличиваем здоровье. Тебе увеличиваем полный барьер третьего уровня. Круто. Тебе делаем энергию счета увеличиваем. Отлично. О, у тебя там аж три улучшения мощности. И, кстати, и у тебя тоже. Так. Полностью прокачаем электронику. Замечательно. Сохранимся на всякий случай. Пробежимся сюда. Насколько я помню, все-таки я не могу, по-моему, попасть обратно в жилые сектора. Как бы я ни пытался, это, по-моему, невозможно. Потому что жилые сектора, по-моему, закрыты. Как вы видите. Нас просто элементарно сюда не выпустят обратно. В принципе, мы там вроде все сделали, поэтому... Ну, не знаю. Нету смысла особо возвращаться, как бы, но... Хотелось бы поговорить с начальником охраны. На эту тему, так сказать. Тем более, есть там одна комнатка такая. Неплохая. Которая я хотел бы исследовать самую малость. Ух ты ж, мать твою. Гарус меня напугал. Просто, знаете, вы такие бежите-бежите, и тут Гарус перед дверью. Киевшки. Ну да, в общем, нас не пускают никуда. И надо возвращаться. Надо возвращаться. Едем, едем, едем в далекие края, дорогие мои друзья. Надеюсь, правда, там что-нибудь найти, но... Видимо, мы там ничего не найдем. Что-то Гаруса вместе с Рексом самую малость потрясывает. Чуть-чуть. Ну, как-то так. Какой наш следующий ход, капитан? Летим к Мюрри-транслятору. Мюрри-транслятор ведет к десяткам звездных систем. Не зная точно, куда направился Саран, мы только зря потеряем время. Капитан прав. Нельзя ломиться так, слепую. Надо узнать побольше. Как насчет Лиара Тессони, дочери Матриарха? Кажется, она спец по протеанам? Да, точно. Ее мать работала на Сарана. И она сама наверняка тоже. В конце концов, Бенезия помогла нам. Возможно, и Лиара поможет. По крайней мере, надо направиться в скопление Тау Артемиды и найти ее. А вы чего командуете? Что, капитан ушел в отставку, а я ее не заметила? Мы все здесь одна команда, Уильямс. Она просто хочет помочь. Простите, капитан. У нас нелегкая задача. Все мы на грани срыва. Отдохните хорошенько. Все свободны. Доклад о Наверии готов, капитан. Соединить вас с советом? Да, Джокер, свяжите. Устанавливаю связь, капитан. Доклад точен, капитан. Вы нашли на Наверии Рахни. А потом выпустили на волю царицу. Вы вообще понимаете, что вы сделали? Через сколько поколений они захватят галактику? Эта царица не такая. Она понимает, почему в прошлый раз ее расу пришлось уничтожить. Надеюсь, что вы правы, Шепард. Если нет, за это заплатят дети наших детей. Мы будем ждать вашего следующего рапорта, капитан. Вот такие мы крутые. Ну, собственно, я думаю, хорошая серия получилась. Спасли Рахни, оставили всех в покое. Миссия получилась классная, долгая. Ну и, в общем, интересная на самом деле. Ладненько. Всем в любом случае, ребят, спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, Дезертир. И, в общем-то, пока-пока, дорогие мои друзья. Субтитры сделал DimaTorzok